Чем подкормить рассаду перца в домашних условиях? Рецепты отличных подкормок для перца дома. Рассада перца одно из любимейших достижений огородников и любителей квартирного способа выращивания овощей. С ней приятно иметь дело, на что повлияли и особенности разведения овоща. Перец сначала считался приходливой культурой, тяжелой в уходе, так как ему совершенно не подходили стандартные условия выращивания рассады, к примеру, пикировка. Надо ли пикировать перец, можете прочесть на сайте Тюнэйча.инфо. Упростив себе жизнь, огородники начали использовать другие методы выращивания рассады перца, о чем также было сказано подробно в выращивании рассады перца по методу Юлии Миняевой. Нововведения подтянули и другие области ухода, подкормку и полив. Когда подкормить рассаду перца в домашних условиях? Традиционно рассада овощей подкармливается после пикировки, но перец можно начинать оттобрять после появления 4-6 листов. Оформившийся вид огородной культуры указывает на то, что рассада готова перерабатывать поступающие удобрения и задействовать их для своего развития. Чем подкормить рассаду перца в домашних условиях? Минеральные компоненты, органические вещества. Хороший урожай зависит от объема минеральных веществ почвы. Это знают все огородники. Плоченная смесь стремительно истощается, поэтому восполнение запаса удобрений относится к необходимым процедурам. На первых этапах развития и после пересадки в открытый грунт делается акцент на азоте. Азотные компоненты стимулируют развитие листьев и побегов, переснаращивают зеленую шапку. Чем больше количество побегов, тем больше вероятность завязывания и обильного плодоношения. Не менее важными будут и калийно-фосфорные компоненты для развития рассады перца. Калий укрепляет корневую систему, а фосфор стимулирует распускание бутонов и закладку плодов. Лучшие рецепты подкормок для перца в домашних условиях. Первое. Покупное удобрение Кемира Люкс. Используя 30-40 грамм, смотреть по инструкции, на 20 литров воды, поливать по пол-литра на растение. Второе. 60 грамм калийно-селитры на 20 литров воды. Третье. 2 столовые ложки суперфосфата на 10 литров воды. Четвертое. Дрожжевые подкормки. 10 грамм плюс 2 столовые ложки сахара на 10 литров теплой воды. Помимо отдельных компонентов, продаются и минеральные комплексы, которые на ранних стадиях развития также эффективны. Ознакомившись с составом и удостоверившись, что нам они подходят, разводим по инструкции. Комплексным зарекомендовавшим себя удобрением относятся нитрама, фоска и агрикола. В качестве альтернативы можно приготовить смесь из ингредиентов под рукой. 2 чайных ложки суперфосфата плюс 2 чайных ложки сирнокислого калия на 10 литров воды. Опрыскивание ливенекорневой подкормки мочевиной стимулирует обновление зеленой массы рассады перца, что особенно эффективно, если она начала желтеть. Раствор мочевины. 0,5 чайной ложки на 1 литр воды. 2,5 мл гумата натрия. Минеральные удобрения можно смело чередовать с органическими, разбавленными в воде, куриным пометом 1,10, коровяком 1,4. Периодичность подкормки рассады перца в домашних условиях 1 раз в 10-14 дней до пересадки в открытый грунт. Пишите в комментариях, чем вы подкормили рассаду перца в домашних условиях и какой результат получили. Продолжение следует...